Я часто сомневаюсь в правильности решения по тому или иному вопросу и в том, в правильном ли направлении я иду. При этом мне часто бывает не с кем посоветоваться. Вот как действовать в такой ситуации, когда посоветовать не с кем, а я сомневаюсь. Вопрос уже был сдавался, он хочет добавить, что нужно быстро научиться понимать суть того товара, который к вам приходит и его ценность. Вы должны понимать, что если в вашу жизнь приходит товар, ценности которого есть зазор и на этом зазоре вы можете выиграть, то тогда вы можете быть быстрым и целенаправленным. Если вы не умеете быстро оценивать товар, то вы не будете успешны. Чтобы не было сомнений, вы должны научиться быстро определять ценность и научиться быстро работать с информацией. Не зацикливайте свое внимание на потенциально второстепенных вещах, поскольку у любой вещи есть основной блок ценностей и основной блок качеств. Манипулируйте с основными параметрами. В редких случаях второстепенные вещи иногда меняют картинку до важной на той степени. В основном вы работаете с какой-то базовой информацией и научитесь ее быстро понимать, быстро отслеживать. Когда у вас есть понимание, что по сути у вас есть, вы можете быстро принять решения. Основывайте свои решения на каких-то базовых понятиях. В основном в бизнесе, во всех сделках работает некое цельное базовое понимание того, что происходит и цельное базовое понимание ценностей. Мало кто из крупных особенностей предпринимателей вдаётся в мелочи каких-либо проектов. Мелочами занимаются те, кто обслуживает данный проект. Например, те, кто его реставрирует, ремонтирует, модернизирует, либо переделывает в некое другое качество. Но учиться работать с глобальной и принципиальной информацией, она всегда достаточно простая и достаточно конкретна. В тех случаях, когда недостаточно этой информации, найдите способы ее быстро получать. В некоторых вещах нужна усидчивость, чтобы получить умение эту базовую информацию отличать от второстепенной. Но это тому, чему нужно учиться. И каждый чему-то учится, и, по всей видимости, вам тоже придется. Субтитры создавал DimaTorzok